Вот уже 48 лет коляска заменяет Владимиру Шкляеву ноги. Трагедия случилась в далеком 64-м. С тех пор Владимир Никонович вынужден передвигаться вот так. Шахтерская травма в шахте. Сломал позвоночник. Сначала поднимать и порвал свой позвоночник. Ну и все. Отсюда и последствия. Владимиру Никоновичу помогает пасы на коллег, который живет вместе с отчимом и племянница Лидия, что издатка приезжает из Красноярского края. Удивительно, но на протяжении уже почти полувека этому мужчине удается сохранять и присутствие духа, и позитивное настроение. О своем дядюшке Лидия Павловна говорит исключительно в превосходных степенях. Мы, наверное, все такие. Наверное, по-тому и живем так долго. Особенно я про Вовку. Я своим дядькой горжусь очень. Почему? Ну, потому что вот ему 75 лет, 50 лет он сидит в коляске. Вы представьте себе, он молоденьким парнем остался инвалидом. Он выжил, он сохранил. Он не спился, не пропал. Он выжил, сохранился как человек. Всю жизнь всем. И паял, и рыбачил. Ездил, была машина. В деревню к нам приезжали они. И семья была. И дом был. В общем-то, единственное, чего не хватало, это ног. Возможно, именно такое отношение к жизни позволяет Владимиру Никоновичу свои 75 выглядеть на 55. Он не любит никому быть обузой, а потому основные бытовые проблемы привык решать самостоятельно. Говорю, могу пол помыть. Залезти в это, постираться. Надо машинку включил, да и все воды налил. Да все, что ниже пояса, все можно сделать. А что выше, уже нет. Ни сил, ни это. Да и натянуться нельзя. С годами возможности бывать за порогом дома поубавилось. По молодости были силы и самому на протезах спуститься со второго этажа, и коляску до авто доставить, съездить на рыбалку и в гости. Теперь без помощи никак. А потому новость о том, что множество проблем можно решить с помощью социального такси, для Владимира Шкляева стало настоящим открытием. Вроде бы по телевизору шло-шло, а себе никак не мог щелкнуть, что это для нас. Ага, он пошел, говорит, так это же это, для колясочников. Ну вот теперь заказываю туда. И вот сегодня, договорились сегодня. Я считаю, что, я там не знаю, я там с такими людьми не сталкиваюсь, поэтому я там не знаю. Ну как вы считаете, вот... Я считаю, что это очень удобная вещь. Удобно тем, что там есть приспособление, на котором он раз на коляске заехал в машину. Не надо действительно с коляске слазить и залазить туда. Сегодня Владимиру Никоновичу нужно в аптеку в Полысаево, где по специальной реабилитационной карте он сможет получить лекарства и спецсредства. Оплата за услуги соцтакси в сравнении с такси обычным ниже вдвое, что не может не радовать. Особенно, если ехать, к примеру, нужно в областной центр. Такие заказы, к слову, бывают довольно часто. Ну что, поехали? Давай. Трогай. О такой услуге в Красноярском крае Лидия Павловна не слышала. И за дядю Вову, для которого каждый выход за пределы четырех стен – большое событие, очень рада. Хотя бы два часа в месяц, и то все равно на людях, хоть в окошко посмотреть на мир. Заказать такое такси имеют право участники Великой Отечественной, инвалиды, горожане старше 80 лет. Необходимо сделать покупки, навестить родных в больнице или поехать на обследование в областной центр – никаких вопросов. Главное – заранее поднять трубку телефона и набрать номер Центра соцобслуживания 3-17-14. Вас обязательно выслушают, расскажут, не заняты ли такси в этот день, и в назначенный час авто будет стоять у вашего порога.